...электронной проводимости, включаете в расчет массу электрона и так далее. Но ведь считается в последнее время, что в графене совсем иной тип проводимости, безмассовые феррионы. Ну вот как с этим сопоставить? Смотрите, мы использовали, мы получили выражение не классическое, мы считали не классическое выражение. Но получилось оно классическим, совпадающим с классической формулой труда. Расчет у меня есть, если хотите, я вам покажу полностью расчет для неупорядоченной двумерной системы. Но опять же говорю, что мы рассматриваем металлическую систему, чтобы не было вопросов. То есть графен металлический считали. Ну да, в смысле полуметаллический. Пожалуйста, еще вопросы. Дефектов какие-то получались по проводимости, по ширине зоны? Значит, предсказательная способность ваша или какая-то объяснительная способность вовремя с экспериментами? Вот когда мы исследовали влияние дефектов структуры и примеси на трубке, то там мы получили очень хорошую корреляцию между количеством дефектов и, например, электронными свойствами, например, термоэдэс. То есть, если есть те, кто занимался исследованием революционного труба, прочитал статьи, там термоэдэс меняет свой знак. В зависимости как раз от наличия примеси, типов примеси, концентрации. Вот. То есть, например, до газованной трубки, трубки с кислородом, трубки без кислорода, знак термоэдэс меняется. Это известный факт. И мы своей теорией показали, почему это происходит. То есть, почему от различия в структуре, то есть от дефектов структуры, или от изменения структуры может меняться ход проводимости при низких температурах. Ну, это наблюдается экспериментально. Примеси? Какие примеси? Беспорядок? Какой беспорядок? Алисин. Я понял, понял, понял. Что-то конкретно. Ну, так как это модель, я понимаю, да, у нас чисто теоретическая модель. Причем атомы мы берем... Я понимаю, мы берем атомы, ну, например, сорта, которая забирает электроны. Атомы с арбата забирают электроны. Поэтому влияние примеси именно такое. Показали появление запрещенной зоны, перегидрирование геофена. Мы пробовали сравнить с экспериментальными данными. При гидрировании геофена, то есть это графа... Да, вот геофона такая вот, и группа все разошлись, появилась... Ну, это не экспериментальный был? Нет, вот. А, это первопринципный расчет, я с вами спрят принципным расчетом. Вы же можно сравнить эксперимент. Но если я не нашел, наверное, тогда экспериментальную работу, то есть... Можно посмотреть. Причем это были работы седьмого года, когда я еще начал работать с москвичами в 2012 году. Вот, это результаты... Возможно, возможно, есть что-то другое. Но я, насколько помню, как раз при гидрировании возникает запрещенная зона. Возникает запрещенная зона, и естественно. Поэтому я не думаю, что большое будет отличие между первопринципным расчетом и реальностью. Это полностью другое. Но в полностью гидрированной графене это понятно, что оно будет. А вот при какой концентрации у вас возникает? Ну, к сожалению, это надо варьбировать концентрации, смотреть эксперимент, в котором концентрация указана такая, такая, такая. Нет, в расчете хочется, хотелось бы из расчета... А, зависимость, с какого значения концентрации. Ну, я думаю, что у меня в расчете, я так могу сказать, наверное, при концентрациях порядка 10%. А для меня на структуре, то есть те самые структуры обычные полиции. Да.